Всем привет, мои хорошие! Ну что, готова посмотреть классное меню на интуитивном питании? На самом деле, я когда-то очень плохо относилась к интуитивному питанию, но кое-что поменялось. И я обязательно вам расскажу, что именно вообще, и как я перешла на интуитивное питание, как я перестала считать калории, и почему мне сейчас этого делать не нужно. В общем, приятного просмотра! Расскажу вам, как я сейчас питаюсь на примере целого дня. Покажу вам все от и до. В общем, приятного просмотра! Спасибо за лайки и комментарии! Начинаем с завтрака. Я беру одно яйцо. Вообще, на самом деле, довольно редко я завтракаю яйцами, но стараюсь это делать, потому что это очень полезно. Это белки, это правильные жиры. И сыр. У меня твердый, это что-то типа пармезана, но он такой, знаете, типа пармезан ручной работы. В общем, очень вкусный. А еще у меня от дочки, вот ей бабушка приносила, остались чуть-чуть буквально этих кукурузинок. Выкладываю их сюда же. Все это перемешиваю. Немного черного молотого перца. Ну, вообще, любые приправы на ваш вкус. Получается вот это. Ставим сковородку. Пара пшиков маслица. Выливаем. Накрываем крышкой. Буквально на 5 минут оно само все приготовится. И я буду делать чай. Почему не кофе? Потому что закончилось молоко. А я вам по секрету скажу, что кофе без молока я не пью. Заливаю не кипятком, то есть где-то 70 градусов. В чай я не добавляю сахар. Не добавляю никакие сахарозаменители. Мне нравится чай, как он сам по себе. Но после завтрака вот такая вот у меня штучка. Это марципан в шоколаде. Чем он мне нравится? Это тем, что он не очень сладкий. Могу себе позволить с таким ритмом жизни. Но и ни в коем случае не злоупотребляю. Потому что сахар это очень вредно. Не только относительно фигуры, но и относительно здоровья. Немного разбавляю холодной водичкой. Пока я готовила чай в сковородке, уже тоже все готово. Быстро просто получается вот такая вкуснющая. Лепешка. Можно ее перевернуть и поджарить еще немножечко на другой стороне. И этого делать не буду, потому что она и так уже очень вкусная. Можно приготовить перед работой, и вы не потеряете вообще никакого времени. Приятного аппетита! Для обеда мне понадобится мясорубка. Я вообще не представляю свою жизнь без мясорубки, потому что я очень часто делаю котлеты, делаю тевтельки. И сегодня на всю семью я буду делать, как называется, бифштекс, да? Потому что в котлеты добавляют хлеб или муку. Я ничего добавлять не буду. Мясорубка от Волмер. Ее модель я вам напишу здесь обязательно. И это просто зверь. Включаю здесь полностью сенсорное управление и шесть режимов скоростей. Для меня самым главным критерием является то, что она металлическая. Это качество, соответственно, это мощность и, конечно же, долговечность. То есть красивая говядина. Для удобства я ее выкладываю вот сюда. И, честно говоря, только у Волмер я увидела такую очень удобную вещь, как крышка. Если вас кто-то отвлек, если вам срочно нужно что-то куда-то убежать, здесь, смотрите, здесь есть крышка, которую вы просто накрываете и уходите. И у вас тут ничего не заветрится. Причем на говядине есть жилки. Я их не снимаю, потому что эта мясорубка справляется буквально со всем, что вы ей предлагаете. Идеальный фарш у нас с вами получился. И мы точно знаем, из какого мяса. В функционале еще кнопка реверс я, честно говоря, никогда не пользовалась. Это если вдруг что-нибудь, как производитель пишет, там застрянет где-то, что-то как-то, то нужно включать вот эту вот кнопку реверс. Соответственно, вот этот сам шнек будет вращаться в другую сторону и, соответственно, со второго раза прокрутит. Но ни разу не было такого, чтобы эта мясорубка что-то у меня не прокрутила. А затем здесь есть такой вот, видите, замочек. Вы его просто вот так наверх откручиваем. И это все вот так вот достаем. Есть специальный очиститель вот этих дырочек. Здесь вы просто берете под струей воды вот так вот, оп, соль. Можно взять лук, порезать, но я буду использовать сухой лук. У меня тут как раз осталось черный молотый перец и молотая паприка. Я обожаю. Мне кажется, я уже вообще в последнее время все делаю с молотой паприкой. И два яйца. И все это тщательно-тщательно перемешиваем. И отбиваем его. Дальше берем хорошую сковородку. У меня просто толстая. Вот я смотрю, чтобы сковородка была толстая. Пульверизатор с маслом. И буквально несколько раз смачиваю руки водой. Формирую котлетки. Любые. Можете побольше, можете поменьше. Я когда как делаю. Котлетки обжариваем на небольшом огне. Ненасильном, чтобы не подгорело с одной стороны. Переворачиваем. И обжариваем немного с другой стороны. И я сделаю салатик из морковки. Я беру просто морковку, мою ее и чищу. И получаю вот такую морковку. Котлетки слегка обжарились с двух сторон. Я беру сок. Это томатный сок. И наливаю его прямо в котлетки. Это, кстати, домашний сок из помидоров. Накрываем крышкой. И буквально 15 минут пускай тушатся. А для того, чтобы нам сделать вкусный салатик, у мясорубки Уолмер есть просто потрясающая функция. Быть не только мясорубкой, но и овощерезкой. И, кстати, даже соковыжималкой. На сайте Уолмер вы можете купить дополнение к этой мясорубке. У меня вот такая овощерезка. Ну, такая стандартная терка. Мелкая терка, чтобы просто, знаете, такое пюре делать. И есть вот такая вот, чтобы ломтиками делать. Например, для картошки. Так же ставим. Так же просто опускаем. Смотрите, какая красота. Немного соли. Горчичное масло. Обожаю обязательно. Попробуйте горчичное масло. Оно еще и полезное. Перемешиваем. У нас получается такое. Хотите, сюда капусту добавляйте. Вермишелька. Выкладываю салатик. Открываем. Смотрите, какая красота у нас. Вкуснятина получилась. И выкладываю одну котлетку. Можно полить соусом вермишель. И получается очень вкусный, сытный, полезный обед. Перекусы у меня тоже бывают. И, честно говоря, просто по работе уже привыкла что-то еще перекусывать. И, как правило, это фрукты, потому что сейчас еще был какой-то такой яблочный бум. И нам постоянно кто-то в подарок приносил яблочки, какие-то ягоды. Я не покупала, бабушка покупала. Вот такие уже. Видите, они вот надо есть уже. Надо есть. Это мандарины. А скоро будут, знаете, какие вкусные мандарины? Новогодние. Можно и чай попить. В этом-то нет проблемы. А вот то, что тортики, печенюшки всякие едят люди. Особенно на работе, кто сидячий образ работы ведет. Я вам советую делать вот такие перекусы. Да, тоже сахар. Но, по крайней мере, более полезный. Фруктоза тоже сахар. Не забывайте об этом. Готовлю ужин. Такая вот индейка. И причем, видите, она немножечко посоленная и уже поперченная. Почему? Потому что мы с мужем вчера, вернее, муж вчера делал салат. Сегодня его делаю я. Перед жаркой это все делает. И я говорю, ай, я завтра тоже хочу сделать. Все равно мяса много, оставь на завтра. И вот он оставил на завтра. А завтра наступило уже сегодня. Я, честно, мяса в салатах много не люблю. Поэтому вот этого мне хватит. То же самое оставлю. Все тот же пульверизатор. Все тоже масло. Но мне, конечно, не надо, чтобы все это дико зажарилось. Мне надо, чтобы просто вот слегка. Поэтому я делаю маленькие кусочки, чтобы быстренько, можно даже с одной стороны потом прикрыть крышкой. Мясо поджаривается. Просто его вот так вот переворачиваю. Маленький огонь. Накрываю крышкой и забываю еще прям буквально минутки на две. Айсберг или китайская капуста. Оно у меня, кстати, тоже всегда есть в холодильнике. Салат нарезаем произвольно, как вам больше нравится. У меня муж любит мелко-мелко. Я люблю покрупнее. Выкладываем салат. Дальше авокадо. Я беру половинку от этого кусочка. К вопросу о правильных белках, о правильных жирах. Можно не добавлять много мяса, но добавлять, например, такие продукты, типа, как яйца, авокадо. Это я снимаю с огня, переставляю на другую конфорку, чтобы ничего не подгорело. Сюда же в салатик добавляем авокадо. А насчет перекуса, помните, да? Вы думали, я его доела? Нет, я его не доела. Это очень часто бывает. Я вообще такой человек, который, когда я чувствую, что все, что-то как-то, наверное, уже хватит, я останавливаюсь. Я могу не доесть буквально чайную ложку. И это очень хорошая привычка. И я вам советую ее тоже заиметь. У меня остались мандарины. И я их что делаю? Я их правильно режу в салатик. Это вкусно. Хотите яблоки? Хотите? Вот у меня муж, опять же, любит грейпфрут. Это получается очень необычно. Можно мандарины, апельсины. В общем, не знаю, персики, нектарины. Короче, это все действительно вот эти сочетания. Но кто-то реально не любит. Я обожаю. Все, вот эта вот индюшка у нас готова. Перекладываем ее. Мандарины. Ну и, естественно, сыр. Куда без сыра-то? Красиво, аккуратно посыпаем. У меня всегда есть какие-то смеси масел с различными специями. И вот я часто покупаю вот такую. Вот мне очень нравится с вялеными томатами. Немного. Прямо вот так вот. Оп. Буквально чайную ложечку. И у нас с вами получается потрясающий вкусный салат, который просто невероятно пахнет. Салат это блюдо, которое, ну, я не знаю, как им можно не экспериментировать. Что-то добавить, что-то убавить, что-то новое попробовать. Маринованные огурчики или, там, корейская морковка, которую также добавляет иногда мой муж салаты. Ну что, как вам? Ну, скажите вкусно. Скажите все очень-очень просто, быстро, удобно. И, короче, вы не остаетесь голодными. Вы едите то, что вы хотите. Ну, и, конечно же, привыкайте, привыкайте к правильной пище, к правильному приготовлению пищи и к правильному осознанному потреблению в определенное время, не переедая, не недоедая. Главное, несколько правил, которые я расскажу вам буквально скоро. Все, у всех целую, обнимаю. До следующих встреч. Спасибо вам за лайки, за комментарии и подписку. Всех люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok